Всем доброго дня! Я делаю на завтрак омлет и буду грибы поджаривать с двух сторон. Ручок немножко зарумянится и уже можно заливать взбитым яйцом с молоком, солью и спицами. Такой омлет хорош в любое время, на самом деле, дня. Это очень питательно, вкусно, можете добавить колбаску, мясо, как вам нравится, но вот такой вариант с сыром и грибами, с луком мы особенно любим. Я подаю его со свежими овощами, подсушенным кусочком хлеба и, конечно же, чашечкой кофе. Всем приятного аппетита и хорошего начала дня! Мне кажется, Саймик уже сдался. Он раньше все время кричал по поводу того, чтобы мы прекратили это дело и даже, чтобы не открывали посудомоечную машину, но теперь он уже просто неодобрительно периодически вскидывает голову, на нас смотрит. Все, Саймик сдался. Он устал объяснять нам, что для котиков этот звук очень громкий и неприятный. Он, наверное, понял, что люди абсолютно бестолковые животные и объяснить им ничего невозможно. Посуда у нас уже моется, все будет жужжать, так что не обессудьте. Хотела показать вам мыло. Здесь 5 литров. Вот такую упаковку я решила заказать. Во-первых, мне нравится аромат. Здесь с ароматом миндаля, довольно ярким, таким цианидным. Мне нравится очень. И я думаю, что это хороший вариант и идея, как сэкономить на мыле. То есть, если у вас есть дозатор, то можете заказать где-то на Озон или на Вайверис, или посмотреть в каких-то крупных торговых центрах вот такого объема мыла. Такие же есть и шампуни очень большие, и гели для душа. Экспериментируйте. Мне кажется, это хороший способ. Если вам не надоедает один аромат, а мне мыло для рук не надоедает. То есть, я спокойно к этому отношусь. Если аромат приятный, то я буду долго и с удовольствием мыть руки. Оно не сушит кожу. В последнее время, знаете, наша кофемашина решила требовать довольно-таки часто. Нам уже даже это надоело очистить заварочный механизм. Это немецкая Бош. Здесь появляется периодически надпись «Очистите заварочный механизм». То есть, это значит, что мы должны вот эту всю панель открыть, оттуда вынуть все механизмы, и туда действительно довольно много кофе заваливается. Если вдруг у вас встала машина и не хочет готовить кофе, то, скорее всего, по этой причине. То есть, он разлетается после того, как перемолот уже разлетается по всем механизмам. Это не потому, что какой-то брак. Это у всех машин таким образом, ну, в большей или меньшей степени. И она просит не просто почистить, но и смазать. Как мы уже поняли, муж купил две вот такие различные смазки. Вот эту заказывал, по-моему, там на Алиэкспресс, вот такая смазка. И вот эту приобретал у нас здесь, в Москве, на Озон. И, знаете, после этого она где-то, ну, недели две-три молчит, спокойно варит кофе, а потом снова требует очистить заварочный механизм. Мы, конечно, много довольно пьем кофе. Ну, то есть, на строе где-то, ну, каждый по чашке в день по две выпивает. То есть, это довольно активно она работает. Но все-таки мы уже устали от этой чистки, от бесконечных смазок. Ну, что поделаешь, приборы нужно обслуживать. Напишите, так ли у вас и каким образом спасаетесь вы. Бетси, ну что же, ты попрятала все бусинки и просишь новые. Каждый раз так. Ну, ладно. На, на. Ой, счастье-то, счастье-то, боже мой, побежала. Она у Саймона в хвосте застряла, да? На, на, он тебе отдал ее, играй. Ребенок. Саймик, вот почему обязательно надо на входной, у входной двери на коврике на грязном. Иди отсюда, Саймик. Разбираю покупки, 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 покупочки с сайта Озон. Заказала вот такое оливковое масло. Ни разу не пробовали, знаток. Я так понимаю, российский производитель. Мы решили поддержать. Цена была вполне доступная. Экстра Вержин. То есть, это масло первого отжима. Ну, посмотрим, попробуем. У меня дочка очень любит оливковое масло. Всегда заправляет им все абсолютно. И каши, и салаты. Так что, это нужная для нас вещь. У нас закончились все добавки к кофе. Я люблю с ванилью пить кофе. Ванильный мой самый любимый. Поэтому заказала вот такую большую пачку. 150, по-моему, здесь грамм ванилина. Хомяков. Смешное название. Сейчас сварю чашечку кофе. И будет вкуснятина. И у нас закончились мешки для пылесоса. Совершенно что-то я в кладовке не нашла. Заказала попробовать те, которые побюджетнее. Вот такой универсальный мешок для пылесоса. Здесь 5 штук. Мне кажется, они все одинаковые. И у нас вот точно такой же электролюкс пылесос. Здесь мешок плюс еще что? Плюс микрофильтр. По-моему, да. По-моему, это они. Почему-то они разные по размеру. Не знаю. Но я в любом случае все это выдам мужу. Пусть посмотрят. Да, мне кажется, это они и есть. Ну что, вот эти вот, конечно, плотные. Более плотные. Но они и дороже. Напишите, пользуетесь ли вы вот такими мешками. Или, возможно, у вас пылесос, который имеет определенную емкость для сбора пыли. Но они обычно очень дребезжащие, такие громкие. У нас пылесос не слишком громкий. Потом у нас два кота, которые каждый раз сходят с ума даже, когда мы просто вынимаем пылесос. Еще не включаем его, а они уже у нас прячутся. Ну вот, хорошо. У нас запас есть. И заказали еще продукты. Нам понравилась доставка озон. Достаточно быстрая. И продукты хорошие. Так, вешенки, шампиньоны. Если помните, не так давно я вам показывала, что мы покупали просто море лука. Представляете, уже заканчивается. Решили красные заказать. Так, зелень. Сегодня буду делать творог с зеленью и чесноком. Огурчики. Вот эти вот корнишоны очень хорошие. Нам понравились они. Мы уже их второй раз заказываем. И хочу порекомендовать вам вот такие помидоры. Называются «Бычье сердце Узбекистан». Да, действительно очень-очень вкусные. И они ароматные. Самые настоящие помидоры, которых мы давно не пробовали. Внутри очень такие плотные, мясистые. Они сладкие. Это те самые помидоры, которые я хотела бы всегда видеть на своем столе. И тут у нас вдруг Сэмин решил, что он будет есть печенку. Ну и на здоровье. Сейчас мы немножко ее подморозим. Он любит прям холодную-холодную, почти ледяную. Так уж он у нас устроен. Возможно, знаете, у нас есть мысли, что, может быть, раньше, когда он был маленький, он ел замороженных мышек. Он же все-таки на улице жил. И поэтому теперь он любит холодные. Ну, может быть, такие, знаете, детские воспоминания. Вот весь лук я уже убрала. Кстати, пришла к выводу, что вот в этих пакетах бумажных лук хранится гораздо лучше, как и картофель. Он не гниет. Да, это замечательно. Вот у нас три луковички осталось. И теперь будем красный использовать. И, видимо, сейчас уже та пора, когда картофель нужно покупать дорогой и молодой. Потому что получается, что половину мы выбрасываем. Он уже какой-то весь вялый. Так что заказали. Вот сейчас такой молоденький. Да, он может быть не очень крупный. Но зато вот тут прям видно, что он хороший. Полезная подсказка для хозяйки. Если ваши домашние не любят есть вареную морковь, чеснок и лук в супе, то кладите их целыми. И затем, когда вы уже полностью сварите суп, добавите все, что вы туда хотите. У меня будет сегодня грибной с курицей. Тогда вы сможете их также целиком и удалить из супа. И все будут довольны. Почти, ты такая смешная. Видно тебя или нет? Не знаю, против света. Но, надеюсь, видно. Смотрите. Опять она со своим... Кто это? Поросенок. Ты сама-то как поросенок все время хрюкаешь. И любишь поросят, поэтому, да? Наверное. Чуть-чуть солнышко. Видите, она сразу залегла на подоконнике. В обнимку с другом. Хорошо, когда есть друг. Сегодня уже конец дня. Вот абсолютная темнота. Да, у нас тут горшок стоит с травкой. Они знают, что это их подоконник. Они могут тут кушать. Но это на всякий случай, чтобы они не съели никакие другие цветы, до которых могут добраться. Правда, у нас их уже не так много осталось. Но я помню, как у нас котики сожрали полностью практически пальму. Да, такой вот, как она, драцена, да, называется такие вот длинные у неё иголочки. И почему-то она им, видимо, напомнила, которую они едят. Это осока. И, вероятно, они решили, что это тоже осока. Оказалось, она очень вкусная. И Мася тоже постоянно покушается на пальму, которую у мамы растёт дома. Прячьте драцены от кошек. Вот такой мой вывод. Да, я ещё в макияже. Сегодня весь день днём провела. И для меня это довольно-таки тяжело. Я любитель всё-таки в большей степени чистого лица и ухода. Ну, или минимального какого-то макияжа. Но ничего. Держусь, держусь. Потому что сегодня были дела. И нужно было, соответственно, выглядеть так серьёзно. У нас очень холодно. И ещё, к тому же, сильные дожди. И похоже на то, что погода будет довольно долго. Такая не солнечная. Поэтому пока не наступят совсем уж жаркие дни. Я планирую использовать уход с ретинолом. Мне подходит и нравится то, что есть у меня. То, чем пользуюсь я сейчас. То есть очень мягкий уход. И да, я связалась с некоторыми российскими брендами. Которые придают косметику по вполне доступным ценам. Один из брендов уже откликнулся. Буду очень рада, если они что-то пришлют мне попробовать. По-моему, там должен быть как раз уход с ретинолом. Да, я выбрала. Был выбор между витамином С и ретинолом. Но поскольку я вижу больший результат именно от ретинолового ухода. Я этот и попросила мне выслать. Будем пробовать скоро с вами. Новинки. Да, буду использовать это до наступления явных ярких солнечных дней. Я надеюсь и верю, что они когда-нибудь у нас все-таки настучат. Но у нас бывает не больше недели тепла. Но редко, когда бывало яркое солнце. Прямо такое палящее. Это считалось аномальным в Москве. И я прям помню буквально по номерам года. Эти все помню, когда было вот так жарко. Настолько, что горели торфянники. Как в 2011 году вокруг Москвы. Но пока не планируется такой аномальной жары. Да, к тому же есть SPF. И я, конечно же, при первых уже солнечных лучах всегда использую SPF. Я вам, кстати, показывала, какие кремы с солнцезащитой я использую. И если для вас эта тема актуальна и важна. То оставлю информацию по поводу этого под этим видео. Мы снимали несколько сразу роликов с мужем с моим. Он рассказывал о том, что такое солнце. Как воздействует оно на кожу. Откуда берется пигментация. Кому сколько использовать. Как рассчитывать фильтр. В каком мере он защищает. Кому каким образом использовать. Из чего состоят. По составам буквально вся косметика. Так что загляните, пожалуйста, под это видео. В большей степени информации помещаются именно в комментарии. Мой, который я закрепляю под каждым роликом. Потому что в описании к видео ограничено количество знаков. А в комментарии чуть побольше. В такую погоду, которая сейчас у нас установилась. Мокро-мокро, холодно. Ну, достаточно холодно для того, чтобы не снимать куртки. И промозгло, и ветер очень сильный. Многие простывают. Уши потом, люди болят. Мы стараемся не так. Много времени проводить на улице. Хотя хотелось бы, конечно, погулять. Где-то, может быть, в центре Москвы поснимать. Но темно, промозгло. Чуть подсохнет. И я, конечно же, начну выезжать с камерой, с телефоном со своим куда-то в более красивые места. Сейчас у нас в основном домашнее хозяйство, домашние дела, работа, да, офисная в том числе. Так что подождем некоторое время. И я продолжу свои экскурсии по Москве. Очень надеюсь, что это вас как-то тоже отвлечет и поможет много развеяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Грозятся, грозятся, постоянно его принять. Вы сможете продолжить со мной общение, ничего не теряя. И также я оставлю ссылочку на свою группу в ВК. Возможно, для вас будет удобнее общаться там. Всем желаю здоровья, крепкого, отличного настроения. Всего самого-самого доброго! Я обнимаю вас, очень ценю ваше внимание. Желаю вам удачи. И, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся!